Друзья, вот такую вкуснятину я хочу сегодня вместе с вами приготовить. Хочу, чтобы вы не поленились, так как готовится оно очень легко, быстро. Я хочу, чтобы вы сегодня обязательно это приготовили. Сегодня очень жарко, жара не уходит, а это холодное блюдо, это то, что надо как раз вот в эту жару. Начинаем готовить. Всем привет! Вы снова в гостях у Танюшки. Друзья, всем, наверное, известно, это уникальное, это вкуснейшее блюдо гаспачо. И сегодня вместе с вами мы будем его готовить. Так, мои дорогие, что самое вкусное у нас, конечно же, летом может быть это гаспачо. Самое простое блюдо, которое мы можем приготовить, как мы, так и наши дети, это, конечно же, гаспачо. Это холодный, прохладительный такой, ну, скажем, супчик. Конечно же, лучше, ну, можно его употреблять и комнатной температурой, но лучше всего из холодильничка. В эту жару что может быть прекрасней? Это холодный борщ, как я называю, вы можете его найти на моем канале. Вот, или же гаспачо, тем более сейчас у нас идет сезон помидор, перец. Сейчас мы нарезаем, все приготавливаем. Так, мне надо вот такие красивенькие колечки, они мне потом пригодятся. Пару штучек, а все остальное я буду вычищать и нарезать. Нарезать буду для того, чтобы мне потом в блендере это все перекрутить. Перекручиваем мы не совсем на пюре, нам надо, чтобы у нас остались кусочки. Поэтому сразу говорю, смотрите сами на свой вкус. Если вы считаете, что вы любите больше, когда оно похоже на такую пюрешечку, можете больше перекручивать. Если нет, пусть остается такими кубичками немножко, кусочками. Мне больше нравится, когда кусочки. Семечки. Все, это я нарезаю просто, чтобы удобно было, для удобства. Перчик. Я два перчика беру. Беру один желтенький, один красненький. Мне так больше нравится. Можно взять только красный. Здесь опять-таки смотрите сами, как вам больше нравится. Так, это я оставляю. Это мне понадобятся. Такие штучки для украшения. Вот так пусть они тут будут. А все остальное нарезаем, вычищаем. Оно нам не надо. Вот так. В произвольном порядке, друзья. Здесь нет никакой рецептуры. Даже в пропорциях, я вам скажу, ее тоже нет. Можно больше помидор добавлять, можно больше огурчиков добавлять или меньше. То есть здесь идет все на ваш вкус. Такие помидорчики шикарные я купила. А вот. Сейчас мы эту серединку удалим. Очень сладкие. Очень хорошие помидоры. Я, честно говоря, сначала сомневалась. А потом решила взять попробовать. Они настолько вкусные. Ну и вы сами понимаете, вкусные, качественные продукты. Это залог вкусной еды. Поэтому всегда вкусное блюдо получится с вкусных продуктов. Чесночок. Тоже я его немножко измельчу. Вот так вот. Я беру два зубчика. Ой, ребята, какая же это вкуснятина. Если кто-то из вас еще не пробовал, мой вам совет. Обязательно, обязательно попробуйте. Это просто. Если не найдете базилик, ничего страшного. Можно использовать петрушку. Ну, конечно, с базиликом вкуснее. Но это уже такое, знаете, как нет. На нет, как говорится, и суда нет. Что тут скажешь. Обязательно горький стручковый перец. Так, мы берем вот так вот. Ну, вот, наверное, вот так вот я его отрежу. Вот. Это мы не будем брать. Это будет уже слишком. Косточки нам не нужны. Они сильно кусяются. Так, я его тоже вот так вот на колечечки на такие разрезаю. Так. Блендер меня уже ждет. Так, зелень, как я сказала, базилик. Вот так. Тоже его немножко вот так вот измельчаю. Какой аромат прелесть. Вот эти толстые стебли я не беру. Они не нужны. Все. Так, друзья. Теперь это все. Мы отправляем, как я и говорила, в блендер. Вот так, огурчики. Туда. Помидорчики. Перчик. Все вместе. Все сразу. Все сразу. Вот так. И базилик сюда. Вот так вот. Чесночок. Лучок. Все сюда. Горький перчик. Все у нас здесь. Все. У меня остались еще помидорчики. Я их тоже сейчас нарежу. И отправлю их просто наверх. Так как помидор, это самое мягкое, что у нас есть. Поэтому мы его... Все сюда. Никакая, не по отдельности. Все сразу. Все. Сейчас помидорчик еще добавлю. Оставшийся помидор мы нарезали и тоже отправляем в блендер. Опа. Поверх всего. Все. Включаем. И начинаем потихонечку это соль. Все. Мы перебили. Теперь берем соль. Буквально пол чайной ложки. Будем доводить, чтобы все это было у нас вкусненьким. Так. Сахар. Сахара чайная ложка. Теперь, друзья, мы берем бальзамический уксус. И добавляем... У меня столовая ложка. Я, наверное... Сейчас, секунду. Добиваем. Вот так вот. Одну ложку. И еще одну ложку. Две ложки бальзамического соуса. Теперь нам надо оливковое масло. Одна ложка. Вторая. Третья. И четвертая. Четыре полных ложечки. Так, друзья. Теперь перчик черный молотый или, как я это делаю, я беру смесь перцев. Тоже, ну, так, приблизительно, там, не знаю, ну, пол чайной ложечки. Так. Не переборщите. Потому что сильно кусючий перчик остренький мы уже сюда добавили. На этом этапе, друзья, насыпали все, что надо, добавили. Обязательно попробуйте. Потому что у каждого свой вкус. Кто-то может добавить соли или сахара, а для кого-то может быть достаточным. Поэтому обязательно пробуем. Я попробовала. Мне всего достаточно. Теперь я беру тарелочки и рассыпаю по тарелочкам. Так что, друзья, вот такую вкуснятину мы с вами сегодня приготовили. Кто еще не пробовал, обязательно попробуйте. Это очень вкусно. Его желательно употреблять холодным, с холодильничка. Поэтому, если вы не спешите, поставьте в холодильничек. Плюс, желательно сыр моцарелла. Моцарелла тот, который в сиропе, шарик такой. Его можно добавить в тарелочку. Еще его можно с греночками вместе. Очень вкусно. Поэтому, друзья, с вами была Танюшка. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Пишите, кто уже готовил. Кто с этим блюдом знаком. А с вами была Танюшка. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok